Участники проекта Получилища несколько дней провели на одном из водоемов Усяжских разливов, где ребята делили своим рыболовным опытом. Сегодня продолжаем говорить о будилищах. Кстати, нам снасти предоставила компания Квасел. Вот так вот. Нам повезло. Какие мы будем снасти выбирать? Ну, естественно, мы выберем универсальный спиннинг, то есть, который можно ловить и джигами, и вертушками, и колебалками, и воблерами с тестом 5.25. Естественно, мы возьмем до 10 грамм, потому что глубина небольшая, и проводить легкие воблеры, легкую резину на небольших головках, те же мелкие колебалки, мелкие вертушки будут удобнее коротким спиннингом с небольшим тестом. Спиннинги класса ультралайт и лайт сегодня все больше нравятся рыболовам, и на это есть объективные причины. Там, где нужно пролазить под деревьями, делать забросы из-под себя, допустим, высокая стенка камыша или те же нависающие деревья над нами. Все больше рыболовов пополняют свой арсенал снастей также удилищами и для твичинга. Они самые маленькие, коротенькие и больше все нравятся мне. А ты что про них скажешь? Я скажу, что твичинговые спиннинги, во-первых, почему они твичинговые? Твичинг – это рывковая проводка. То есть мы забрасываем воблер и проводим его не равномерно, а подергиваем. Основным признаком твичингового воблера является небольшая лопатка на передней части приманки. Раньше для такой проводки использовали только приманки видами ноу, но, как показала практика, твичить можно почти всеми воблерами. Определившись с характеристиками спиннингового удилища, следует грамотно подобрать к нему катушку. Инерционные катушки уже давно, так сказать, ушли на третий и на четвертый план, так как сейчас ловля проводится в основном мелкими приманками, а инерционной катушкой мелкую приманку не забросишь. Именно поэтому в спиннинговой ловле предпочтение отдается катушкам без инерционного типа. Без инерционная, потому что леска сходит со шпули без инерции, без инерции вращения шпули. Без инерционки в почете у рыболов-любителей, а вот профессиональные спортсмены дают предпочтение мультипликаторным катушкам. У которых барабан вращается по принципу инерционной катушки, но барабан сделан из легких сплавов и вращается на подшипниках. То есть у него инерции практически нет. И некоторыми мультипликаторными катушками можно забросить тоже приманки весом от грамма и повыше. Подробнее о катушках и других особенностях спиннинговых снастей смотрите в следующем выпуске проекта «Получилища». А если вы тоже хотите поделиться своим рыболовным опытом, присоединяйтесь к нашим страничкам в социальных сетях и подавайте заявку на участие. Возможно, следующим героем проекта станете именно вы. Редактор субтитров А.Семкин